Филимонковский интернат «Солнышко» имеет богатую историю. В далеком 1934 году здание Успенской церкви на территории бывшего княжа Владимирского монастыря переоборудовали под детский дом. Поэтому можно поистине считать, что дети по сей день живут в святом месте, в котором ощущается тепло семейного уюта. 65 детей здесь проживает. Порядка 120 воспитателей, обслуживающего персонала, административно-управленческий персонал занимаются с детьми их воспитанием, устройством, лечением, то есть всеми проблемами, которые возникают. В детском доме ребята стали одной семьей, в которой есть мама и папа, братья и сестры, готовые всегда прийти на помощь. Собираясь за большим столом, они делятся своими секретами и вместе решают любые проблемы. В этой дружной семье очень любят гостей и всегда радушно встречают их собственноручно приготовленными пирогами и чаем. Помочь разлить чай, поухаживать, это очень полезно и очень в жизни это пригодится. Когда ты выпустишься отсюда, тебе это очень важно будет. На прыжок кто-то в гости к тебе пошел, ты должен это быстро сорганизовать и все сделать. Весь интерьер в доме сделан с любовью и во многом это заслуга не только сотрудников интерната, но и самих ребят. Ведь каждый воспитанник получает здесь всестороннее развитие. Спорт, танцы, рисование, гончарное дело. Любовь к этим видам творчества – заслуга педагогов. Работаем с глинами, делаем интересные поделки. Например, сейчас девочки делают ключницы. Люблю, чтобы работы были пригодны для использования посуда. Можете обратить внимание, тарелочки, мыльнички, интересные изделия, чтобы мы дарили своим друзьям не только интересные какие-то задумки, но и так, чтобы они пользовались. А еще эти ребята – замечательные артисты. И это подтверждают многочисленные театральные постановки, с которыми они гастролируют, радуя зрителей своей актерской игрой. Но самое, пожалуй, удивительное влечение этой большой семьи – путешествие. Воспитанники детского дома очень любят открывать для себя новые интересные места. Они уже успели побывать во Франции, Италии, Германии, Китае, Африке и во многих других уголках нашей планеты. Благодаря сувенирам, привезенным из разных стран и творческим способностям ребят, кажется, что находишься в музее, где каждая стена и даже стол отображают все события, происходившие в жизни воспитанников детского дома. А летом 2017 года группа воспитанников интерната совершила восхождение на высочайшую гору России и Европы Эльбрус. Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями о путешествии. Это мы поднимались уже на вершину, это у нас кошки, мы уже собирались на вершину. Когда я шла, мне было очень тяжело. Конечно, главные люди в жизни ребят – это сотрудники детского дома, которые каждый день стремятся сделать их жизнь лучше и счастливее. Анна Фомина призналась, что за 14 лет, проведенных в этом интернате, она так привыкла к детям, что они для нее стали родными. Дети растут, взрослеют, становятся самостоятельными. Многие уже живут сами, многие ушли под опеку в семью. И мы со всеми своими птенцами поддерживаем отношения. Надеемся, что те, кто сейчас живут здесь, они скоро тоже вылетят из этого гнезда, как из семьи, и будут жить сами. И мы будем с ними по-прежнему дружить. А на прощание детский дом «Солнышко» подарил телеканалу «Видное ТВ» изделия ручной работы. Красивую бабочку, которая теперь останется на долгую память об этих талантливых ребятах. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ».